Теперь они садятся в автобус с опаской. Предыдущее путешествие закончилось больницей. Четырехлетняя Влада с мамой и бабушкой ехала в автобусе 11 маршрута. На повороте одна из пассажирок не удержалась и упала на девочку. Разогнался и повернул. Вот от третьей дачной повернул на мост. Если бы резко так не повернул, это вот не случилось. Женщина ее в мгновение ока ее развернула, через Дарью перекинула и она плюхнулась на Владку. Пытались водителю хоть как-то объяснить, что по его вине, что он прибавил скорость, но он сразу начал говорить, я ни в чем не виноват, следите за своими детьми. Врачи Владе поставили диагноз – тупая травма живота и перелом носа. Спустя неделю синяк на лице почти прошел, но ездить в автобусе девочка больше не хочет. Второй автокомбинат. К этому предприятию и относится тот самый злосчастный автобус 11 маршрута. В тот день за рулем сидел 28-летний водитель, вполне опытный, уверяет руководитель предприятия. Андрей Беликов показывает документы, результаты служебного расследования. Кстати, его провели только сегодня. Согласно объяснительной водителе, он ни в чем не виноват. Виновность его не доказана. То есть он, получается, не виноват в произошедении? Ну, по результатам нашей проверки не виноват. Со слов нашего водителя, он предложил маме девочки вызвать медицинскую помощь и работников ГИБДД. На что в нецензурной форме была выражена неготовность к этим действиям. А вот он уверен, родителям девочки стоит побороться за правду. Юрист Виталий Коррекун не раз сталкивался с подобными делами. Говорит, с 1 января все транспортные предприятия должны страховать пассажиров, в том числе и от таких случаев. Родственникам Влады обязаны выплатить деньги. И если потерпевшему куда-либо обращаться, то прежде всего в транспортную колонну, в автопарк, в транспортную организацию, которая должна его проинформировать, обязана проинформировать, в какую страховую организацию обращаться. Если директор колонны нарушил свою обязанность, его оштрафуют по полной программе, там чуть ли не до миллиона. Проехать пару остановок на автобусе, казалось бы, что в этом такого. Однако выйти из него целым и невредимым – непростая задача. Каждый год в Саратове регистрируют десятки случаев травматизма в транспорте. Не всегда удается наказать обидчика. Но не в этот раз. Родители Влады намерены идти до конца. Ольга Маркова, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.